Всем привет! Вы на канале DECAMON. Я рад вас приветствовать. Мы сегодня настроим VPS VDS сервер. Именно сделаем минимальную настройку безопасности нашего сервера. Сервер нужен для того, чтобы, к примеру, настроить VPN, чтобы настроить outline, видео у меня есть на канале, разместить Telegram-бота, либо свой интернет-сайт. Ну и еще есть много других целей, для чего заказывают VDS VPS сервера. Что для этого нам потребуется? Нам потребуется хостер, у которого мы закажем, выделенный сервер, и терминал, эмулятор терминала. Вот мой терминал, он готов уже. Я воспользуюсь услугами Zomro. Я уже заказываю у него, арендую виртуальные машины, зайду в свой личный кабинет. Вы можете пользоваться любым хостером, который вам по душе. Я думаю, что это не составит труда у любого хостера заказать виртуальный сервер. Когда мы попадаем с вами в наш личный кабинет, нас интересуют виртуальные сервера. И здесь самый минимальный пакет стоит около 4 евро, микро-ссд. После того, как вы выбрали, вы можете выбрать операционную систему. Я не работал с двумя из этих. Я только Debian и Ubuntu работал. Учтите, что установив себе Debian, вам нужно будет доустанавливать много пакетов. Он мало занимает места на диске. У Ubuntu больше, но у нее предустановленных утилит также, соответственно, больше установлено. И здесь ваш микро-ссд можно еще дополнить гигабайтами памяти. Но от этого увеличивается его стоимость. После того, как вы здесь повыбирали необходимые вам настройки, я думаю, что у всех хостеров они более-менее такие же самые, как у Zomro. То есть там несложно разобраться. Для VPN-сервера вам 2 гигабайтов и 20 гигабайтов на жестком диске хватит. Даже для Telegram-бота этого хватит. И нажимаете «Купить». После того, как вы купили, вам нужно подождать около 20 минут, пока на вашей виртуальной машине развернут операционную систему. А после того, во вкладке сервера VDS-VPS появится виртуальная машина и ее статус «Активный». Также вам на почту, на которой вы регистрировали ваш личный кабинет, должны прийти инструкции личного к Zomro. Я нажимаю сюда на три точки. Здесь инструкция есть. И к инструкции здесь прилагается IP-адрес, пользователь и пароль пользователя. Нам необходим пароль. Ну и root – это стандартный пользователь. Мы можем скопировать IP, потому что я его наизусть не помню. После того, как мы настроили это все, мы можем просто закрывать. Нам уже это особо и не надо. Переходим в эмулятор терминала. Чтобы подключиться, нам нужно OpenSSH сервер. В зависимости от вашего дистрибутива, вы можете поставить его с помощью пакетного менеджера. На Manjaro это делается sudo pacman.s open.ssh. К примеру, в Debian, Ubuntu и тому подобные дистрибутивы просто SSH. А так в Манжаро он не найдет. Видите, не нашел цель. Если Open. Он у меня установлен, поэтому я переустанавливать его не буду. Просто показываю, как можно установить, если вдруг он по умолчанию не стоит. Теперь мы подключаемся удаленно по SSH к своему серверу. Этого прописываем SSH. Пользователь у нас root. Собака. Вставляем айпишник. Здесь пробел не нужен. Он нам... Если возникает такая ошибка, то что можно сделать? Как я обычно это делаю. Я захожу в домашнюю директорию. Нужно отобразить файлы. Бит. Скрытые файлы. Есть директория SSH. И здесь есть два файла. Их можно просто удалить. И накрыть. После этого еще раз пробуем connectиться. И он уже нам предлагает сохранить этот хост. Мы пишем yes. Теперь вводим пароль. Отлично. Мы с вами на нашем сервере. Это деб сервер. Что очень важно сделать. Первое. Когда вы подключились по SSH под пользователем root, хорошо было бы, или является хорошей практикой, поменять пароль. Для этого просто можно ввести команду pass.vd И он просит новый пароль. Вы вводите его. Наш пароль изменен для root. Позже мы в принципе заблокируем учетную запись root и невозможно будет подключаться к серверу через пользователя root. Это делается с целью безопасности. Теперь в Debian очень важный момент. В Debian много утилиток непредустановленных, поэтому их нужно доустанавливать. К примеру, Firewall, который рекомендуется включить на вашем сервере, его нужно установить. А тот же самый пакет Sudo, который используется для пользователей, наделяет их правами суперпользователей, тоже нужно установить. Мы вначале делаем apt update Все пакеты обновлены и теперь apt install ставим Sudo и ставим Firewall UW Отлично. Все установилось. Ну, еще можно альтернативную оболочку Shell поставить. То есть, сейчас стоит Bash, если вы хотите, можете Zshell либо Fish тем же самым нам надо было сразу прописать Fish. Отлично. Мы потом по умолчанию ее поставим пользователю, которого создадим. Теперь Firewall. Настраиваем наш Firewall. Это достаточно просто. мы пишем UW App List. Смотрим, какие есть программы. Здесь очень много программ, но нас интересует вот это вот. Чтобы ее разрешить, мы пишем UW Low OpenSSH. Правила добавлены. Очень важно, чтобы последовательность этих команд была именно такой, как я сейчас показываю, потому что если вы перепутаете, к примеру, вначале сделаете UW Enable, то ваше соединение может прерваться и вы не сможете подключиться. Кстати, он и предупреждает, что ваше соединение может прерваться. Но поскольку мы разрешили порт, по которому мы подключены через OpenSSH, мы можем ставить Yes и не переживать. Теперь наш UW Status Active активе замечательно. После того, как вы настроили Firewall, хорошо было бы создать пользователя, через который вы будете подключаться, использовать и наделить его правами суперпользователя. чтобы в Debian создать пользователя, есть такая команда как User Add. Здесь мы с вами пишем DeficeM, то есть создать этому юзеру домашнюю директорию и по умолчанию использовать оболочку Fish и имя пользователя. Все, наш пользователь создан. После того, как вы создали пользователя, можно в него переключиться, но для начала давайте ему зададим пароль с той же самой утилитки, как и для ROOTA мы меняли, только с Decommon, то есть мы указываем, пароль для Decommon. Отлично! А теперь давайте попробуем подключиться к нашему пользователю. Я выйду. Наша команда. Чистим. Здесь вместо ROOT Decommon. Все. Мы с вами подключились под пользователем. Да, также нужно дать привилегии супер пользователя нашему Decommon. Подключаемся через ROOT. Теперь нам нужно открыть файл настроек Sudo. Здесь мы с вами находим такую строчку и под низом пишем Decommon. здесь all all no pass vd строчка no pass vd all сообщает системе, что пользователю Decommon не обязательно после каждой команды суда вводить свой пароль, чтобы она не запрашивала ее пароль. Сохраняем и выходим. И теперь можем спокойно переключиться на мы переключились не не common и проверяем судом update видим что суда работает итак пользователь готов файервол включен последнее что необходимо сделать и это рекомендуется сгенерировать ключ SSH перебросить его на сервер и впоследствии организовать подключение по ключу поскольку подключение по ключу намного безопаснее чем подключение по паролю. Давайте приступим. Для этого мы выходим а пока что выходим с нашего сервера у нас в домашней директории есть такая такой каталог вот .ssh мы можем туда перейти .ssh чтобы сгенерировать новый ключ мы вводим команду ssh kengen здесь задаем имя нашему ключу deb пусть будет deb можно debian сервер ну пусть коротко такой деп потом фразу контрольную которая защищает ваш ключ своего рода пароль фраза я пропущу это все наш ключ сгенерирован можно посмотреть вот ключ это мои предыдущие которыми я пользуюсь а вот новые публичные и и приватные теперь нам необходимо перекинуть этот ключ на наш сервер будем мы это делать с помощью ssh copy айди там важный параметр дефис и это говорит что нужно взять ключ ну и мы с этой папки deb будем перебрасывать приватный ключ и декамин наш айпишник то есть для пользователя декамин перебрасываем этот ключ пароль все отлично он предлагает попробуйте теперь подсоединиться вот таким вот образом если мы так сейчас подсоединимся он все равно будет запрашивать пароль нам нужно указывать с помощью какого ключа на поэтому чтобы подключиться по ключу нужно опять же указывать дефис и где расположен ключ с помощью этого ключа все мы подключились давайте подправим некоторые конфиги нашего open ssh на сервере это мы уже делаем на сервере конфиги мы будем запрещать логиниться root пользователю а также запретим логиниться пользователю по паролю для этого мы с вами откроем судом nano etc ssh ssh dconfig нам подсказывает что есть такой конфиг находясь в этом конфиге мы ищем строчку permit root login здесь стоит yes мы ее исправляем на ноу и дальше мы ищем следующую строчку в этом файле password notification мы ее раскомментируем и здесь пишем тоже ноу все это сохраняем перезапускаем перезапускаем suno system ktl restart ssh наш сервер проверяем статус его без ошибок ли он запустился он активен и запущен без ошибок и теперь мы с вами выходим с сервера будем пробовать подключаться это мы с ключом подключаемся просто запрещено а для root тоже запрещено то есть возможно только подключиться по ключу все мы подключились так просто вот что еще можно сюда дописать то есть мы произвели такую первичную настройку нашего сервера создали пользователя сгенерировали ключи и подключаемся по ключу к нашему уделенному серверу как я обычно делаю чтобы полностью не вводить вот эту команду как мы вводили декамин и айпишник я создаю алиас алиас прописывается в bash rc в таком файле здесь внизу можно найти алиас вот вставляете вот такую строчку алиас называете его указывайте где лежит ваш ключ по которому вы хотите подключиться и вот это вот все все функции сохраняйте перезапускайте вашу оболочку можно это сделать с помощью точки и указав файл bash rc и теперь если пишете просто деп вы быстро попадаете на свой сервер на этом все всем спасибо за просмотр до скорых встреч до скорых встреч